Здравствуйте! Культура каждого народа уникальна. Она объединяет в себе присущие только этому народу танцы, песни, кухни, обычаи, традиции, устные народные творчества и памятники. Государство узнает по культуре его народа и специально приезжает в эту страну, чтобы посмотреть памятники и полакомиться ястуми. Однако богатой культурой может похвастаться не каждый народ. И тогда страна, в которой этот самый народ обитает, прибегает к плагиату и вандализму. Что-то присваивает, а то, до чего не может дотянуться, уничтожает. По такому принципу много лет действует Армения. Почти каждый день мы сталкиваемся с фактами присвоения и уничтожения азербайджанской культуры представителями армянского народа. Сегодня в рамках программы «В тему» мы говорим об этом с доктором философии по филологии, доцентом Пакинского славянского университета Шалалёй Гасановой и политологом Али Гаджизады. Здравствуйте! Очень приятно видеть вас сегодня гостями нашей студии. И начнем с вопроса. Шалалёй Ханамья адресу этот вопрос к вам. Когда началась эта фальсификация? Сколько лет насчитывает этот процесс? Начнем с того, что в 1971 году профессор Колумбийского университета, армянка по происхождению, Нина Гарсаян опубликовала статью Армении в IV веке. Она была издана в ученых записках Ельванского университета. Ее тут же изъяли из печати, потому что Нина Гарсаян доказала, что история Армении начала писаться с V века после того, как армянская государственность была ликвидирована. И она привязала это к отдельным княжеским домам армянским, доказав, что различные летописцы и историки писали ту историю, которая была в интересах отдельных нахарарских, то есть княжеских армянских домов. Но если подходить концептуально, то фальсификация армянской истории как концепция берет начало, на мой взгляд, с 1701 года, когда был создан орден хитаристов. Сам хитар принял католичество. После этого он был принят Ватиканом. И в 1717 году орденом хитара был подарен остров Сен-Лазару, который сегодня известен как Армянская Венеция. И на этом острове Сен-Лазару начались системные фальсификации истории. Об этом даже мы пробуем в подтексте, в отдельных источниках намеки на это мы читаем, находим, потому что они покупали или набрали древние манускрипты и лакуны заполняли тем, что им интересно. И таким образом системно все это пошло. И даже хочу сказать, что вот этот орден хитаристов свой филиал создал потом в Вене. И известная библиотека хитаристов существует там. И не случайно, когда армяне фальсифицировали геноцид армян, они опять-таки центром избрали Вену и обратились именно к венскому писателю Верфелю, который написал роман «40 дней Мусадага». И после этого началась вот эта грандиозная фальсификация вокруг геноцида армян. То есть можно датировать это началом 18 века. И вот тогда же их целенаправленная политика переиначивания истории пошла в двух направлениях. С одной стороны, в России это проводил Исраэль Ории, а в Европе это все велось орденом хитаристов, монахами, на которые там день и ночно переписывали источники. Поэтому сегодня очень трудно найти настоящие источники и ссылаться на абсолютно достоверные сведения. И даже сам Хоринация, это тоже есть армянская фальсификация, потому что многие американские ученые, и не только американцы, но и армянского происхождения, ученые доказывают, что Хоринация жил не в V веке, а в X веке, потому что в его трудах описываются события, не присущие той датировке, которая ему приписывается. И если мы возьмем отдельные книги армянских летописцев и историков, мы видим, что, например, с какой фальсификацией мы сталкиваемся, на армянском языке написано «История армян», а на русском языке написано «История Армении» на одной и той же книге. То есть те, кто знает армянский язык, они сразу отличают. Потому что поскольку не было такой страны, как Армения, писалась «История армян», или же просто «История». А затем это со временем переначалось, и, например, в советский период издательство «Наука» позволяло себе тоже вот такие подлоги, когда книги, которые в оригинале назывались «История армян», и на русском перевод был «История Армении». Алимя Алим, вот в данном конкретном случае, когда мы говорим о фальсификации со стороны Армении, необходимо отметить, что эта фальсификация сопровождается как вандализмом, так и плагиатом. Какие самые древние образцы азербайджанской культуры были подтвердены плагиату со стороны Армении? Знаете, тут вопрос плагиата такой, что он так тотален, что тут и всякие ашукские песни. Я вам скажу, армяне, они очень хорошо воспринимают культуру того народа, на земле которого они живут. Будь это грузинская культура, будь это иранская культура, персидская, будь это азербайджанская тюркская культура, будь это культура анатолийских тюрков. То есть, например, ашукские вот эти произведения в очень большой степени присвоены. А с другой стороны, это какие-то народные эпосы, песни и так далее. Ну, о кухне я уже не говорю. То есть, это не в одной какой-то сфере. И мы, например, так как мы азербайджанцы, и мы в Азербайджане, мы видим в основном присвоение какой-то нашей культуры, нашей истории, но они далеко не ограничиваются нами, Шалер-Хан наверняка знает, например, присвоение грузинских там церквей, армянизация албанских церквей, присвоение некоторых аспектов грузинской культуры, присвоение цивилизации Урарту, что армяне объявили, что это, типа, прародительница вот этого армянских государства, армянской цивилизации и так далее. Хотя очень много западных ученых утверждает, что это не так, в том числе и западных ученых армянского происхождения, что это не так, армяне присвоили. То есть, еще задолго до нашей культуры они начали присвоивать, присваивать другие культуры, например, Урарту и так далее. То есть, вопрос, на самом деле, очень большой, и присвоение азербайджанской культуры, азербайджанских эпосов, азербайджанских произведений, это лишь один эпизод в этой огромной картине вот этих присвоений, фальсификаций, плагиата и так далее. Вот у вас, по-моему, на столе есть очень интересная книга, связанная с историей Урарта, да? Да, вот Алим Алим очень, кстати, об Урарту сказал. Я хочу вот показать книгу академика Мещененова «Холдоведение» или «История древнего Вана». Она изгнана в 1927 году, это раритет. И хотелось бы, чтобы Академия наук пересдала бы эту книгу. Почему? Потому что здесь академик Мещененов в этой книге «Холдоведение» доказывает, что термин слова «арамы» имеет отношение не к армянам. «Арамы» было имя правителя, который правил на территории, являвшийся коренной территорией Урарту. И хотя армяне сегодня выдвигают ложный тезис о том, что они якобы существовали на территории Кавказа в VI веке до н.э., тезисы академика Мещененова это опровергает. Потому что эта страна Арамы существовала задолго, до VI века до н.э., и то есть само это слово существовало, оно было не присуще армянам. И это, опять-таки, доказывает, что они, как пришельцы, это присвоили. Поэтому даже сегодня есть два определения, две дефиниции. Они и хаи, они и армяне, потому что это слово «армян» присуще ним. Потому что армян, Арман, это было имя правителя, который правил на территории Урарту, а затем эта территория была захвачена ассирийцами. И в летописях ассирийского царя Салманасара это указывается. То есть для этого существуют источники. И нам нужно понять, почему армяне так целенаправленно претендует на Урарту. Потому что им надо доказать свое присутствие на Кавказе. И это... Свое древнее присутствие на Кавказе, абсолютно точно. То есть свою автохтонность они хотят там показать. И это поддерживала советская политика Советского Союза. И даже в советских историографических источниках мы читаем, что Урарт – это первая древняя цивилизация на территории Советского Союза. Это было интересно Советскому Союзу. И поскольку саму Армению создали в свое время большевики, чисто политически был интерес в том, чтобы армян и Урарта связать. И здесь надо отметить, что как академик Петровский, так же Мещанинов, так же Меликишвили и другие авторы доказали, что урарский язык совершенно не связан с армянским. Вернее, армянский с урарским, потому что армянский – это индоевропейский язык, а урарский язык относится к тем языкам, которые присущи Северному Кавказу. Это чеченские, ингушские языки. То есть если ссылаться, об этом же писал и Диаконов, то есть если мы ссылаемся на языковую базу, то это уже доказывает, что они к урарту не имели никакого отношения. Вот эта привязка, она чисто политическая для доказательства их автохтонности. Вот вы сейчас и вышел Аляханум, и вы, Алим Алим, вы коснулись фальсификации и плагиата, связанного с культурой других народов. Вы говорили о бурарту, вы в том числе говорили о Грузии. Я хочу представить вам материал, который подготовили журналисты нашего канала, в частности Мегрибан Касумова, и связан он с плагиатом как раз грузинской культуры со стороны Армении. Прошу ваше внимание на мониторы. На этих кадрах известная грузинская опера Захария Палиашвили «Даиси. Сумерки». Идея ее создания была подсказана автору, знаменитым грузинским драматургом и актером Валерианом Гуния. Ему же принадлежат сюжет и либретто, в котором широко использованы стихи выдающихся поэтов Грузии Руставелли, Бараташвили, Церетелли и Важи Пшавеллы. Палиашвили начал работать над оперой в 1921 году. Громкая премьера не оставила равнодушными армян, которые привыкли испокон веков заниматься присвоением чужой культуры. Сначала азербайджанской, а после и грузинской. Соответствующее видео они разместили и в YouTube. На этих кадрах армянский плагиат. Академия танца «Геваркян» в США. Так представили себя эти танцоры, исполняют тот самый грузинский танец из оперы Палиашвили «Дайси». Вот только называют они его культурным достоянием Армении, а не Грузии. На этом падки на чужие успехи народ не остановился. Ереван ввязывает себя в серьезный конфликт, пишут грузинские СМИ, сообщая также о том, что музыка армянской песни «Хаястан» в исполнении Сироба Арджемяна является абсолютной копией мелодии Георгия Васадзе, «Квавиле Бесквикана». Известный азербайджанский певец Адалят Шутюров на собственном опыте познал, что значит стать жертвой армянского плагиата. Было время, когда армяне посягали и на его песни. Мою песню первую исполнил Арама Сатряна. Песня называется «Серенада», которую мы написали в конце 2003 года. И в 2004 году мы ее исполнили, сняли на эту песню клип. Через год я услышал эту песню на диске. Диск назывался «Самые лучшие песни Армении». И в этом сборнике была эта песня. Необоснованные притязания армянских исполнителей продолжают удивлять. Несмотря на то, что Ереван и Баку находятся в состоянии войны из-за оккупации Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов, армянский народ открыто копирует песни, танцы, кухню своих же врагов. Мы все знаем, что Исаар Гялин, они говорили, что это их песня. И «Семь красавиц» из оперы они исполнили, тоже сказали, что это их. Например, и «Эль-Эхпер-Тагивы» песня «Сангель на золдум» они исполняют на балабане. Мы все прекрасно знаем, что наш мухамм, который испокон веков исполняли мы и наша школа мухамма, все прекрасно знают, что это в Азербайджане. И очень многие мухаммы тоже они исполняют, говорят, что это их достояние. И вы знаете, когда приезжаешь в Москву, например, в универсамах продается лаваш, написано «армянский лаваш». Вот тоже как бы такое вот присвоение. И к большому счастью ЮНЕСКО не признало это. И признало то, что лаваш – это все-таки кавказское блюдо, хлеб. Последней провальной попыткой армянского плагиата стал отказ ЮНЕСКО в конце 2015 года признать азербайджанский народный танец Кочари армянским. Неудача, видимо, временно переключила Ереван на присвоение грузинской культуры. Однако, как и Баку, Тбилиси молчать не намерен. Как сообщают грузинские СМИ, с армянскими притязаниями в их стране намерены бороться до победного конца. Вот это был наш материал, подготовленный нашим журналистом. И тут мне бы хотелось затронуть сразу несколько вопросов, которые здесь поднимает Мехребан. Один из них связан с противостоянием подобной формы плагиата. Мы видим плагиат азербайджанской культуры, мы видим плагиат грузинской культуры со стороны Армении. Возможно ли здесь что-то добиться совместными усилиями? И что можно сделать? Кто хочет ответить? Пожалуйста, Шеван. Вы понимаете, нужно понять, что в нашем мире, где правит интернет, скажем так, очень трудно чего-то добиться даже совместными усилиями. То есть в Европе, если бы мы были в Европе или в США, там есть определенные правила, там есть определенные законодательства, там есть определенные конвенции, к которым эти страны присоединились, и они вынуждены следовать этим актам, этим документам, этим законам. В том числе, если кто-то, не дай бог, захочет, скажем так, свернуть налево, есть суды, которые обязаны выносить адекватные решения и так далее. В нашем случае все вот эти юридические моменты де-факто для нас закрыты, потому что мы находимся в состоянии войны с Арменией. Да, грузинская страна может предпринять определенные шаги. Но как вы думаете, что станет с армянским судьей, который вынесет решение, что какая-то песня это на самом деле грузинская, а не армянская? Сколько он проживет? Я думаю, недолго. Тут большую помощь в законодательном плане может оказать подписанный президентом Азербайджана закон о правовой защите образцов фольклора и указ, который как раз связан с применением данного закона. В соответствии с этим указом агентству по авторским правам дана возможность действовать как орган исполнительной власти. То есть они могут обращаться в различные организации, они могут требовать исполнения каких-то обязательств. А что еще можно сделать? Например, в свое время Сталин так спас Аршималлан. И Аршималлан не стал армянским только благодаря тому, потому что, несмотря на то, что был разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году Сталин, узнав о том, что армяне ставят в Америке Аршималлан как армянскую оперету, а это, как известно, первая оперета Российской империи, чем мы должны очень гордиться. И написанная азербайджанским композитором, и первая оперета Российской империи, об этом ректор консерватории заявлял еще до революции и так далее. И Сталин к этому отнесся, конечно, не как к достанию Азербайджана, а как к достанию Советского Союза. Это понятно. Но, тем не менее, он провел грандиозную, как мы сейчас говорим, пиар-работу, выделил средства, сняли прекрасный фильм, перевели его на десятки языков, разных языков мира, показали по всем странам мира, и таким образом остановили вот этот процесс приармянивания. Более того, если мы посмотрим советские фильмы военного и послевоенного периода, мы увидим, что, например, парень приглашает девушку и говорит, я купил билет, пойдем посмотрим фильм о Ашим Маламе. И таким образом вот этот пиар продолжался. Продолжался. Вот такие технологии должны и сейчас работать. То есть здесь нужна прежде всего бдительность, чтобы не отпускать ситуацию на самотек. Вот вы сейчас Алим Малин, говоря о плагиате, вы затронули Ашукское творчество. Это действительно очень серьезная проблема. И об этом пишут и сами армянские историки, то есть те, кого сейчас замалчивают, те, о кого сейчас предпочитают в Армении забыть. Так, например, Налбандян в работе о древних стихах и напевах, он писал, что большинство мелодий и напевов заимствованы у тюрков, азербайджанцев. Это цитата. И я побывал во многих местах проживания армян, всегда старался услышать что-нибудь чисто армянское. К сожалению, услышать такое мне не удалось. Но как бы в подтверждение ваших слов. Есть еще другая цитата. Наши Ашуги поют, исполняют эти песни на языке оригинала, потому что армянский язык груб и не отесан. И он не подходит для таких мелодичных произведений. А, вот даже есть вот такая. Очень интересно. Хорошо, тогда приведу следующее высказывание, уже связанное с историей. Например, академик Манука Бигян в 1975 году писал, где корни армянского народа, как, когда, в какое время, откуда и какими путями он пришел. Мы не располагаем точными и ясными свидетельствами этого. То есть, если нет корней, если нет истории, о какой культуре можно говорить? Безусловно, это так. Но, понимаете, все эти вопросы страшно сверху донизу, сверху доверху. Они полностью политизированы. То есть, вопрос армянской идентичности это политический вопрос. Это не этнографический вопрос. Это не вопрос, который могут они доверить этнографам и так далее. Впрочем, это так не только в Армении. Это в большинстве страны это так. И вопрос происхождения армян это вопрос исключительно политический. Соответственно, все выводы, по сути дела, по этому вопросу исключительно политически мотивированы. То есть, единственная задача на данный момент армянской пропаганды, армянского государства и так далее, главная задача, это пропагандировать тезис о древности армянского этноса, о древности армянского этноса на тех территориях, на которых они находятся и на которые они претендуют, и о какой-то когда-то былой величии Армении. То есть, им главное не величие какой-то Армении когда-то, а вопрос земель. То есть, мы это называем, например, оккупацией, они называют собирание земель и так далее. То есть, вопрос былой Армении, он не исторический вопрос, это вопрос политический, чтобы оправдать претензии на азербайджанские территории, на Карабах, на Нахчеван, на грузинские территории, на территории современной Турции. Даже вот недавно, когда я ехал к вам, я новости прочел, и армяне, одно достаточно серьезное армянское издание пишет об озере Урмия, как о древнем армянском озере. То есть, тут у Армении, как известно, соседи с севера это Грузия, с запада это Турция, с востока Азербайджан и с юга Иран, и ко всем соседям у Армении имеются территориальные претензии. Кроме того, есть еще такой момент, мы вот говорим о песнях, о фильмах, о блюдах и так далее. Это все в том числе является частью информационной войны против Азербайджана и так далее. Но мы еще есть один очень момент, очень важный момент в этих делах, например, использование фотографий, фотографий, принадлежащих Азербайджану и азербайджанцам, выдавая их за армянские фотографии. В частности, например, жертвы Ходжалы, например, вот эти известные фотографии детей, убитых детей. Убитых армянскими боевиками. Да, детей, и они это используют как дети убитые со стороны азербайджанцев, как армянские дети. Чего не было никогда в истории. Безусловно. Это часть вот этой пропагандистской информационной войны против Азербайджана. Это тоже в какой-то плане плагиат, но с другой стороны это составная часть информационной войны. Это вопрос в Армении он систематичен, то есть этим занимается буквально на государственном уровне. Да, это часть государственной политики. Шаладаханум, вы целенаправленно занимались историей появления вообще армянского народа на Кавказе. Я знаю, что вам есть что добавить. Тут уже можно сослаться в этом случае на целый ряд армянских ученых, причем солидных ученых, начиная с Адонца, которые однозначно говорили, что армяне прибыли в Малую Азию с Балканского полуострова и ни о каком их присутствии на Кавказе речи нет. Это же и говорят об этом и вот эти американские ученые армянского происхождения. То есть научная база под это подведена. Но если сегодня это их не устраивает, они это окончательно отрицают. То есть этого нет. Здесь в чем главная армянская фишка? Это вопрос их первохристианственности. То есть с этим плагиатом, с этой фальсификацией мы столкнулись в июне, когда Папа Римский прибыл в Армению и до этого, как мы все знаем, он послал, выступил с посланием, что я еду не как панцифик, а я еду как обычный паломник в первую христианскую страну. Это было очень обидно. Это тот тезис, вокруг которого и против которого мы сегодня должны выставлять свои аргументы. Почему? Потому что говоря, что сегодняшняя современная Армения является первой христианской страной, мы таким образом перечеркиваем всю работу, которая проделана нашими историками и все факты, которые существуют. Не только нашими, историками всего мира. Всего мира. Но дело в том, что историков всего мира замалчивают, эти факты замалчиваются, и все как-то так покорно приняли мысль о том, что это первая христианская страна. Мир до сих пор не понимает или не хочет понять, что современная Армения это вовсе не та древняя Армения, которая существует в Малой Азии. И сегодня, когда Папа Римский приезжает на Кавказ и говорит, что я прибыл на древнюю христианскую землю, это опять-таки ломает абсолютно все, и причем это такое впечатление, что или в Ватикане этого не хотели услышать или прочитать, или же это такой стереотип, который трудно сломать. И сегодня, если мы говорим об армянской фальсификации, ну, во-первых, плагиатом является сама Армения, потому что они присвоили тюркские земли, называют их армянскими. Плагиатом являются эти артефакты, которые добывают их археологи, выставляют как армянские. И самое страшное, что они обманули весь мир, показав Хор-Верап, вот эту самую глубокую яму, в которой якобы был заточен Григорий Просветитель. Григорий Просветитель был заточен царем Традатом в глубокую яму на территории Малой Азии, в том арташате, который находился у реки Ефрат. Когда мы говорим о Хор-Верапе, о глубокой яме, в которой был заточен и сидел там 15 лет, Григорий Просветитель, эта яма находилась не в том арташате, который находится сейчас близко от армянской границы. Это был тот арташат, который близок к границе Турции с Сирией. То есть вот эти вещи мы сегодня должны раскрывать и сообщать об этом мировой общественности, чтобы наконец-то люди поняли, начинать надо с политического эстеблишмента, чтобы они поняли, что их самих ввергают вот в такое грандиозное заблуждение. Потому что если человек с такой искренностью идет поклоняться как паломник местам, древним местам христианского паломничества, он должен понять насколько является обманутым, потому что это такие святые чувства. И можно я еще вот расскажу, мы говорили о фальсификациях в культуре, я хочу напомнить о книге Тайра Миросланова «Культура калиптомания», кулинарная калиптомания, это наш Тайра Миросланова очень известный кулинар и общественный деятель. Я бы хотела, чтобы эту книгу прочитали и наша молодежь, и широкая общественность, потому что мы говорим больше долма, долма и лаваш, но здесь много уникальных фактов, которые доказывают армянскую калиптоманию, и этими фактами нужно вооружаться для того, чтобы участвовать на разных форумах, выступая на конференциях, ссылаться на эти факты. То есть сегодня наше оружие только факты, их надо добывать, исследовать, ими надо дорожить, их надо приумножать. Вот сейчас мы говорили с вами об истории с папой, ведь это фальсификация глобального масштаба, фальсификация всего мира. Это пример манипуляции историей глобальным масштабом? Конечно, глобальном масштабе. И это неудивительно, потому что для современной Армении факты вандализма, они, это часть их государственной политики, на этом строится фальсификация. С одной стороны, они присваивают то, что можно присвоить, а с другой стороны, уничтожают все то, что свидетельствует о принадлежности того или иного образца культуры другому народу. Это мы видим на наших оккупированных территориях, потому что здесь уничтожено свыше 700 исторических и культурных памятников, 11 из них мирового значения. И вот если мы сегодня говорим об этом, можем ли мы говорить о том, что есть целенаправленная политика по уничтожению азербайджанской культуры или нужно говорить о целенаправленной политике по уничтожению культуры всех других народов на Кавказе? Есть, например, если вы обратитесь к курдским источникам, курды обвиняют армян в том, в чем обвиняем их и мы. То же самое, в то, что они выдавливают курдов из Армении, в то, что они пытаются стереть следы присутствия курдов на территории Армении и так далее. То есть Армения на данный момент де-факто моноэтническая страна. Моноэтническая? моноэтническая. То есть все, кого они выдавить хотели, они уже выдавили, там осталось всего несколько процентов не армян, которые тоже, скорее всего, в ближайшие 5-10 лет покинут страну. И, соответственно, по мере того, как они покидают страну, проводится зачистка культурного, исторического наследия этих народов. Я бы хотела дополнить, что для нас важно ссылаться на археологические сведения. Благо, что такие археологи, как Бунак, Рогинский, Левин, они проводили в свое время раскопки на территории Армении. И в своих учебниках они показали и доказали, что армяне относятся к арминоидному типу. Этот тип был сформирован в Передней Азии. Они там обнаружили черепа только кавказионов, к которым совершенно никакого отношения не имеют армяне. Но при этом они доказывают, что к кавказионному типу среди народов Кавказа относятся только азербайджанцы. И этот тип не меняется с эпохи неолита. Это очень важный аргумент, который мы должны взять на вооружение. И, может быть, нужно изучать труды других археологов, чтобы выкопать те сведения, которые сегодня скрываются тщательно в этих книгах. Спасибо вам большое. Это были очень интересные и очень содержательные ответы. Культура каждого народа уникальна. Она объединяет в себе присущие только этому народу танцы, песни, кухни, обычаи, традиции, устные народные творчества и памятники. Государство узнает по культуре его народа и специально приезжает в эту страну, чтобы посмотреть памятники и полакомиться ястами. Однако богатой культурой может похвастаться не каждый народ, и тогда страна, в которой этот самый народ обитает, прибегает к плагиату и вандализму. Что-то присваивает, а то, до чего не может дотянуться, уничтожают. По такому принципу много лет действует Армения. Почти каждый день мы сталкиваемся с фактами присвоения и уничтожения азербайджанской культуры представителями армянского народа. В рамках программы «В тему» мы говорили об этом с доктором философии по филологии доцента Бакинского славянского университета Шалалю Гасановой и политологом Али Гаджизаде. Спасибо вам большое еще раз и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин